Довольно-таки много певцов и певиц, которые много лет и успешно паразитируют на украинском патриотизме и при этом зарабатывают свои капиталы и тем самым обеспечивают себе шикарную жизнь. Им присваивают почетные государственные награды, а по сути они спекулируют и используют жажду патриотизма украинцев. Ранее мы рассказывали о Иване Дорне, а сегодня София Михайловна Ротару. Певица, которая много десятков лет использовала символику и культуру украинского народа, но как только в Украину пришла война, спряталась за политичностью, как и большинство граждан Российской Федерации. Одеть вышиванку, покричать патриотические лозунги и гонорар в десятки тысяч долларов обеспечивает тебе безбедную уважаемую жизнь. Кого-то порицает, что с 2014 года он выступал на территории РФ, а кого-то это все не касается, как Софию Михайловну Ротару. Например, София Михайловна Ротару 5 октября 2018 года выступала на дне рождения Кадырова, того самого Кадырова, который является главой Чечни на территории РФ. А 28 февраля 2022 года знаменитость опубликовала свое первое и последнее сообщение. Независимость и свобода стоят дорого, но неужели они стоят того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей детей и разрушали города Украины? С тех пор Ротару не выходит на связь. Директор певицы вспомнил, как сын подставил ее с флагом Украины. Вообще, как и Иван Дорн, который пытается опять втиснуться в патриоты Украины. В 2014 году у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России, и ее сын Руслан Евдокименко опубликовал в социальных сетях фотографию матери с сине-желтым флагом, подписав «Слава Украине». Разразился огромнейший скандал. После скандала Руслан удалил свою страницу из Инстаграма. 7 марта 2022 года была задержана группа из 9 мужчин, пытавшихся бежать в Молдову на лодке и незаконно пересечь государственную границу Украины. Их остановили на участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском. Среди группы были родственники известной певицы Софии Ротару, ее сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий. У мужчин был проводник из местных жителей среди задержанных 8 граждан Украины призывного возраста и гражданин Молдовы. Мужчины пытались на лодке переправиться в соседнюю страну. Их всех задержали пограничники. Вот такой он патриотизм, вышиватый патриотизм. Хорош из-за границы, когда твоей жизни ничего не угрожает, а ты строишь дальше свою карьеру и бороздишь просторами Евросоюза, и ночи проводишь в хороших отелях, и тебя не будет будить сирена по ночам. Со временем тебе дадут заслуженного артиста Украины, и ты станешь настоящим патриотом. Слава Украине! Мы богатее! А мы... А мы богатее! А мы богатее! А мы богатее! А мы богатее! Убью, она и звук. А мы богатее! А мы богатее! . Доб ihnen